мир вам друзья в эфире программа библия говорит с вами николай пастухов и алексей коломийцев алексей алексеевич нам прислали вопрос такого содержания ответственный ли я за свои эмоции если у меня нарушена нервная система это очень сложный вопрос сложный по причине того что человек это существо достаточно сложное но во первых мы очевидно состоим из тела вот кроме того у нас есть эмоции и кроме того есть еще разум и вот эмоции разум это духовная составляющая то есть мы имеем дело с духовным миром которым пересекается наш мир и поэтому каждое явление которое происходит в человеке оно и касается вот этих нескольких сфер одновременно поэтому когда мы говорим об эмоциях эмоции играют колоссальную роль и в эмоциях огромный процент греха есть греховные эмоции ну например прелюбодеяние это желание которое возникает у человека и человек действует соответственно с этим желанием или же гнев или же его какая-то невоздержанность нетерпение разного рода обиды всякие формы зла которые выражаются в эмоциональной сфере и достаточно много вот почему плод духа он связан напрямую с эмоциональным миром помните послание галатам 5 глава 22 стих написано плод же духа любовь радость мир долготерпение кротость воздержание благость вера милосердие то есть все эти качества это качество эмоционального мира то есть по мере того как человек возрастает в иисусе христе он все больше и больше отображает своими эмоциями эмоции иисуса христа послание филиппийцам во второй главе в пятом стихе написано ибо у вас должны быть те же чувствования какие во христе иисусе ну теперь давайте посмотрим на вторую сторону эмоции они возникают у реального человека и они зависят от его физиологических составляющих например вы наверное обнаруживали что тогда когда вы устали когда вы не выспались вам труднее реагировать на какие-то раздражающие ситуации если у вас больше здоровья боль лучшее физическое состояние вы легче воспримете те или иные напряженные ситуации если слабее вы вы быстрее будете раздражаться то есть оказывается есть зависимость определенно от физиологических факторов вот почему когда дьявол искушает господа иисуса христа он подходит на сороковой день день поста то есть тогда когда христос уже был чрезвычайно изможденным по под воздействием физических факторов то есть это та точка где труднее всего другими словами отвечая на этот вопрос конечно же за все свои эмоции человек несет ответственность здравомыслящий человек имеющий здравый рассудок человек который несет он дееспособный этот человек он несет ответственность за свои эмоции но в определенных ситуациях ему легче будет генерировать правильные эмоции в определенных каких-то ситуациях труднее мы видим как бог подходит учитывая эти обстоятельства библии есть очень интересная история история пророка или и это пророк после совершения большого подвига когда он победил 40 пророков ахавовых и на горе кормил после этого мы знаем что изавель царица который была она удают издает приказ убить илию или я убегают он убегает пустыне и в пустыне он там сидит написано под можжевеловым кустом и просит себе смерти что это такое это эмоции это безусловно эмоции они его негативные эмоции уныние депрессия охватили его так что он не видит выхода больше ему кажется что все рухнуло и вот тогда бог с ним встречается бог посылает ангела и здесь написано следующее он ангел коснулся его и сказал ему встань ешь и взглянул ли я вот уж голове печеная лепешка и кувшин воды он поел напился опять заснул заметить что делает там ангел приходит и он вместо того чтобы сразу обличать илию и показывать ему сущность того где он неправ англ сначала заботиться о том чтобы или я поел и поспал причина этого в том что бог понимает что или и трудно здесь и он поэтому дает ему возможность немножко укрепиться физиологически и потом после этого и так был один раз и второй раз и потом после этого бог приходит к нему и обратите внимание он не сразу и мы говорили знаешь что ты не прав в том что так тут так думаешь он он говорит а он говорит знаешь что ты вставай и мне сделать для тебя пойдешь делаешь вот это вот это вот это вот это и потом в конце как бы мимоходом он говорит кстати у меня есть еще 7 тысяч человек, подобных тебе. А ведь причина, почему Илья изначально был в депрессии, как раз и заключалась в том, что он говорил, остался я один и моей души ищу. То есть у Лии была неправильная точка зрения на вещи, и Бог исправляет их. Но он исправляет очень мягко, очень терпеливо, снисходя к слабостям, физиологическим слабостям, которые у него есть. Вот примерно в этом ракурсе и нужно подходить к подобным проблемам. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия на нашем сайте слово.орг, а также присылайте ваши вопросы по адресу radio.at.slova.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова